Съемочная группа Тверского проспекта приняла участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она продлилась чуть более четырех часов и стала третьей по продолжительности. За это время глава государства ответил на 57 вопросов журналистов. О том, какие вопросы коснулись Тверской области, в нашем сюжете. Встреча проходит в Центре международной торговли. И она вновь побила рекорд по числу аккредитованных журналистов. Это почти две тысячи человек. Пытаясь привлечь внимание президента или его пресс-секретаря и получить возможность задать вопрос, многие журналисты держат в руках плакаты и транспаранты. Как правило, на них пишут название своего населенного пункта или республики, или тему вопроса. Однако попасть в зал в этом году оказалась задачей не из простых, из-за большого количества репортеров. А в общем холле расположен экран, на котором также транслируется пресс-конференция. Для тех, кто не смог попасть в зал. По традиции пресс-конференция началась с приветствия Владимира Путина, в котором президент подчеркнул, что регулярная встреча в конце года — это способ посмотреть, как этот год закончился, как прошел, каких результатов добились. И что не удалось сделать, может быть, пока и почему. Вопросов у журналистов, как и обычно, оказалось немало. Одна из самых объемных тем традиционно касается жизни простых людей. Например, демографическая ситуация. Отвечая, президент привел данные о крупных демографических спадах в истории страны. Владимир Путин сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы коэффициент рождаемости повышался за счет рождения второго, третьего и последующих детей в российских семьях. Мы целую систему мер наметили. Мы за первого ребенка материнский капитал, расширили возможности использования материнского капитала. Пособия. Раньше у нас было полтора прожиточных минимумов на члены семьи. Теперь мы расширили до двух прожиточных минимумов. Это резко увеличит количество получателей этой льготы. По ипотеке. Если третий ребенок рождается, государство сразу 450 тысяч рублей дает для того, чтобы семья могла вынести эти деньги в ипотеку. В Тверской области с 2020 года начнут действовать новые формы демографической поддержки. Это субсидии для семей с пятью и более детьми на приобретение автомобиля. Также освобождение их от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление многодетным матерям компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. В регионе учреждены награды для семей. Всего на территории Верхней Волжи действует 18 видов социальных выплат. На их поддержку в этом году заложено более 2,4 миллиарда рублей. Президенту задали вопрос, не жалеет ли он, что в параде на Красной площади в сводной колонии победителей не будет представителей всех советских республик, в том числе Украины и Грузии. На что глава государства ответил, что если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей межгосударственных отношений, это будет их ошибкой. Значит, они просто не проявляют должного уважения к людям, которые отдали жизнь за независимость их собственной родины, считает президент. Я вот на что бы хотел обратить внимание, что хотел бы вспомнить. Ведь это в документах прописано, в их документах, в нацистской Германии. Значит, часть населения славянского использовать на работы, большую часть за Урал, на северные территории. На что это? На вымирание. Речь шла просто о сохранении государственности. Речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев. Вот о чем шла речь. Напомним, в Тверской области принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Более чем в два раза с 10 тысяч рублей до 25. Прорабатывается вопрос о предоставлении увеличенной выплаты не только участникам войны, но и приравненным к ним категориям граждан. В Верхневолжье идет создание Ржевского мемориала советскому солдату. Памятник получит статус филиала Музея Победы. Обеспечение инфраструктуры проекта взяла на себя Тверская область. По традиции, в завершении пресс-конференции Владимир Путин поздравил журналистов с наступающим Новым годом. А после окончания мероприятия наша съемочная группа пообщалась в холле с представителем делегации о Тверской области. Я считаю, что мероприятие удалось. Традиционное новогоднее поздравление президента передаем всем жителям нашей области. Ну и можно сказать, что год для нашего журналистского сообщества подытожим. Подсчитано, что за 15 лет проведения больших пресс-конференций главе государства в общей сложности успели задать более 900 вопросов. Совокупная продолжительность эфирного времени получается почти двое суток.